Здравствуйте, уважаемые зрители! 1 июня мы отмечали День защиты детей, и в контексте этого праздника необходимо просто поговорить о защите детского здоровья и, в частности, о защите детских глаз и о том, что с ними происходит. Именно поэтому в нашей студии сегодня Роман Александрович Логинов, врач-фтальмолог детского офтальмологического отделения МНТК микрохирургия глаза. Роман Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые пациенты, а скорее родители наших пациентов! Сегодня речь идет про зрение детей, про детское здоровье, и самым популярным заболеванием или жалобой, из которой приходят родители к нам в центр, является жалоба на снижение зрения. Как правило, эта жалоба на снижение зрения появляется у детей в школьном периоде, в начальных классах. Первый, второй, третий класс родители замечают, что ребенок стал вдруг видеть хуже вдаль, и, как правило, это может быть свидетельством развивающейся миопии, осевой миопии. Что же это такое? Двух словах скажу. Много было и в нашем телеграм-канале эфиров, и в целом об этом много информации, но все равно этот вопрос актуальный и является основной проблемой, которой занимаемся мы. И чаще всего встречаем пациентов именно с такими жалобами. Осевая миопия, которая развивается у детей, она возникает на фоне увеличения зрительных нагрузок. Сам по себе механизм, в двух словах, на пальцах можно объяснить таким образом. Повышенная утомляемость глаза увеличивается, запускается каскад реакции, который способствует увеличению роста глаза, и каждый миллиметр роста глаза способствует увеличению прогрессии минуса на три диоптрии. То есть, треть миллиметра, одна диоптрия, еще треть миллиметра, одна диоптрия. И так, из года в год родители замечают неуклонно прогрессирующий минус. Что же меняется? Меняется не только рефракция глаза, которая требует коррекции очковой, либо коррекции при помощи линз, но также меняется анатомия. Глаз становится длиннее, а за счет удлинения глаза все оболочки, растягиваясь, становятся чуть тоньше. А самая тонкая и хрупкая оболочка, которая присутствует, которая имеется у нас в глазу, это сетчатка. И она, к сожалению, страдает в первую очередь. И мало кто из родителей представляет, чем же на самом деле опасна эта миопия. Дело в том, что истончение сетчатки на фоне роста, как правило, происходит бессимптомно. Ребенок не жалуется, в редких случаях жалуются на какие-то вспышки, но, как правило, дети не так сильно следят за своим состоянием, самочувствием. В редких случаях дети жалуются на какие-то вспышки на периферии. И, как правило, эта проблема именно изменения сетчатки замечается офтальмологом случайно на рутинном профильном профилактическом осмотре ребенка с осмотром глазного дна. И когда это выявляется, соответственно, тут вопрос возникает такой, насколько далеко зашедшая стадия изменения этих дистрофий. И можем ли чем-то помочь или нет. Единственным и самым оптимальным решением этого вопроса является лазерная коагуляция сетчатки. Это если мы говорим о ситуации, когда мы видим уже изменения, которые угрожают глазу, угрожают в контексте развития отслойки сетчатки. Эти изменения, которые мы видим, они бывают разными. Они бывают начальными, которые похожи на растяжки, трещинки. И тут возникает вопрос наблюдать или лечить. Бывают боли выражены, это уже разрывы, отверстия. Эта проблема, в общем-то, можно в двух словах объяснить таким образом. Там, где слабо, там рвется. И когда возникает дефект, возникает разгерметизация сетчатки, жидкость спокойно протекает под эту зону. И тогда есть риск развития отслойки сетчатки, которая, в общем-то, является самым угрожающим состоянием, которое может появиться у таких детей. Отслойка сетчатки, как само по себе заболевание, не очень приятна тем, что это риск потери зрения и необходимость непосредственно хирургии, либо внутри глаза, либо рядом с ним. То есть большое агрессивное вмешательство, которое не хотелось бы проводить на детских глазках. Поэтому в связи с этим возникает вопрос, как же жить, как обследоваться и что нужно делать. В первую очередь необходим тщательный осмотр ребёнка, в том числе осмотр глазного дна. Особенно это дети с 10 до 18 лет, когда уже в целом ребёнок, глаз вырос, но ребёнок продолжает расти. Активный рост в этот период вызывает изменения как рефракции, так и изменения сетчатки. И как часто в этом возрасте нужно проверять? Раз в полгода должен быть смотр глазного дна. И тут важно понимать, что ребёнку посмотреть глазное дно крайне-крайне сложно. Особенно если это возраст меньше 7 лет или 10 лет. Поэтому эта задача непростая, но должна выполняться на рутинном офтермологическом осмотре по месту жительства. Как правило, когда офтермолог при таком осмотре выявляет какие-то изменения, подозрения, он отправляет к нам, и мы либо подтверждаем их, либо проверкаем, и тогда уже в зависимости от выявленных нам изменений мы уже определяем тактику лечения такого пациента. Из мер профилактики, в общем-то, мы можем обозначить те же самые меры профилактики, что мы рекомендуем детям с прогрессирующим минусом, с прогрессирующими IP. Это, в первую очередь, самое доступное ограничение соблюдения режима 3 нагрузок, 30-40 минут, потом должен быть перерыв, интервальность важна, плюс должно быть адекватное освещение при работе ребёнка на близком расстоянии, когда он смотрит предметы, рассматривает предметы на близком расстоянии, и движение. Движение это предметы, то есть лёжа на спине, на животе, либо в транспорте, это тоже является провоцирующим фактором утомления глаз, а как следствие удлинение глаза может спровоцировать появление каких-то изменений сетчатки. Поэтому вот эти три основные меры, ну и, конечно же, сопутствующая очковая коррекция всевозможными линзами, которых мы не будем подробно касаться, либо коррекция при помощи специальных линз, в том числе ночных. Вы уже упомянули о тактике лечения, в частности о лазеркоагуляции. Расскажите подробнее, пожалуйста. Лазеркоагуляция сетчатки – это операция, которая проводится, если она показана, без уколов, без разрезов, без крови и без боли. Дети спокойно переносят эту процедуру и испытывают три дискомфорта. Первый дискомфорт – это время. Как правило, занимает около получаса. Ребёнок сидит, если он способен его сидеть полчаса, если он не поседает, то мы делаем перерывы. Там по 10-15 минут подходы. Второй дискомфорт – это линза. Мокрая, холодная. Холодный предмет, который не ощущается глазом, потому что закапывается заморозка, ощущается кожа и век. Вокруг ребёнок чувствует какое-то прикосновение. Это скорее дискомфорт психологический, чем физический. Дети спокойно в 6-7 лет, если это необходимо, переносят без проблем. И третий дискомфорт – это, наверное, самое яркое впечатление и самая частая жалоба – это реакция головного мозга на вспышку. Вспышка, короткий яркий свет может вызывать, может не вызывать, какое-то минимальное покалывание. Не боль, не дискомфорт, что-то межло. Опять-таки повторю, дети спокойно у нас переносят это без наркоза. В 99% случаев проводится без наркоза. И дети в этот же день спокойно уходят домой без изменения зрения, глаз не болит, не краснеет. Можно читать, можно заниматься любыми зрительными нагрузками. Ограничения только будут по нагрузкам физическим. То есть, несколько дней следующих можно ограничить? Как правило, две недели мы рекомендуем ограничить физические нагрузки, особенно это поднятие тяжести, удары, падения и распаривания. Это единственная рекомендация, которая, ну и капли, соответственно, которые сопровождают детей в течение двух недель. У вас рекомендуем повторно делать есть какая-то необходимость? Да, чуть-чуть более подробно отвечен на этот вопрос. Необходимо, так как мы имеем дело с растущим организмом, с меняющимся организмом, нередко, когда мы выявляем проблему лет так в 10, через годы, через месяцы мы наблюдаем пациента, можем видеть повторное появление каких-то зон дистрофии. И тогда, если мы выявляем, и эта зона является риском развития ценной печатки, конечно, можем проводить повторную лазеркоагуляцию в том месте, где возникло, и эта не сопряжена с каким-то, с каким-то повышением какого-либо риска. То есть, не опасно для детских глаз, даже если повторно. Повторная она возникает, если, опять же, не соблюдается профилактика, режим отдыха глаз, да, и работы. Как правило, да, ну, или имеется какая-то наследственная предрасположенность, какое-то генетическое заболевание, сопряжённое там с заболеванием соединительной ткани. Такие детки редко, но тоже встречаются. А само зрение при этом, лазеркоагуляция же не меняет его? Не меняет, да. Многие родители задаются вопросом, а лазерная коагуляция до 18 лет можно или нет? Родители понимают, имеют, скажем так, средственное понимание, что лазер – лазерная коррекция, которая нужна нам, чтобы снять очки и видеть этот мир без какой-либо коррекции. Это проводится после 18 лет. Эта операция проводится в любом возрасте при наличии показаний и не сопряжена и является операцией, которая сопряжена с минимальным риском развития осложнений. То есть, мы лазеркоагуляции, грубо говоря, слепоту предотвращаем? Предотвращаем риск развития отслойки сетчатки. Мы укрепляем сетчатку, формируя барьер, который будет раз в 400 держать сетчатку крепче и что в свою очередь снижая риск возникновения отслойки сетчатки, мы предотвращаем риск, можно сказать, слепоты глаза ребёнка. То есть, потери частичной либо полной потери зрения. Существуют ли ещё какие-то методы, которые мы можем предложить защиты детских глаз, лечения? Их вот несколько тактик есть такие? В ряде случаев мы наблюдаем, при выявлении начальных форм изменений сетчатки, начальных форм дистрофии, мы предлагаем пациентам, детям наблюдение. Когда мы понимаем, что эта зона на самом деле только развивается и ребёнок в общем-то уже закончил расти, либо ребёнок такой с минимальной активностью занимается, не занимается активно какими-то серьёзными незрительными физическими нагрузками, типа хоккей, регби и так далее, мы можем предпринять наблюдение. Но каких-то альтернатив при появлении уже существенных изменений сетчатки не существует. Мы либо успеваем делать лазер, тогда мы снижаем риск развития сетчатки либо мы пропускаем эти изменения и тогда это нередко вытекает в необходимость проведения больших хирургических вмешательств. А каким ещё опасностям подвержены детские глаза вот с 10 до 18 лет, когда организм растущий, ещё и меняется? Ну, это, наверное, тут два фактора. Первый это, собственно, сам рост минуса, который нередко ужасает родителей, потому что из года в год минус 3, минус 7, минус 8, и кажется, что нет этого предела. Сам по себе рост минуса, он, во-первых, психологически негативно влияет на ребёнка и родителя, заставляя увеличивать очки, заставляя одевать очки, которые нередко вызывают какие-то эстетические неудовлетворения, и сам по себе рост минуса бывает настолько агрессивный, что в будущем мы не можем провести лазерную коррекцию, когда цифры и минусы переваливают те наши стандарты, когда мы проводим лазерную коррекцию. Это первое, скажем так, опасность, опасность заключается в бесконечном, ну, ворном росте минусы и риском отказа пациенту от проведения лазерной коррекции. Второй риск заключается, собственно, в развитии отслойки сетчатки, о которой мы уже говорили до. А вот с первым фактором, с этим, с минусом, мы как-то можем помочь детям бороться с ним, и чтобы не падало зрение? Да, существует ряд мер, как я уже сказал, самый доступный это режим, или другие варианты, это коррекция при помощи специальных ночных линз, при помощи очков с дефокусом, и при помощи, в принципе, ношения очков, потому что само по себе ношение постоянно очков тоже снижает риск увеличения минуса у детей этой возрастной группы. Что-то еще, может быть, расскажете, что я не спросила, но интересный важно было бы знать нашим зрителям? На мой взгляд, мы более-менее так подробно охватили этот вопрос, касаемый именно состояния сетчатки при развитии миопии. А, конечно, эта тема объемная, и разговаривать можно долго, можно отдельно затрагивать вопросы, какие есть линзы, какие есть очки, но это, наверное, будет поводом для проведения других эфиров, если это будет интересно нашим пациентам и их родителям. Это интересно и актуально, и поэтому ждем вас в следующих наших эфирах. Роман Александрович, спасибо вам большое, было очень интересно и полезно. Спасибо вам. Хорошего дня вам. До свидания. До свидания.